В 2009 году в Центральной универсальной научной библиотеке имени Некрасова была введена в опытную эксплуатацию новая бесплатная поисковая система «Магистр Плюс». «Магистр» расшифровывается как межрегиональный архив государственных информационно-справочных текстовых ресурсов. Система создавалась в течение семи лет и объединила в себе лучшие достижения в области электронных ресурсов. На сегодняшний день в области электронных ресурсов существует три ярко выраженных противоречия, которые, в общем-то, и определяют современное состояние электронных ресурсов применительно к библиотечному сообществу. Поисковые системы интернет действительно предоставляют пользователю гигантские возможности по поиску информации, но за какие-то считанные доли секунд эти поисковые системы находят огромное количество определенных текстовых фрагментов, которые пользователю далее необходимо проанализировать самостоятельно. Статистика утверждает, что 90% пользователей используют в своей работе не более 40 найденных документов. Не 40%, а 40 найденных документов. То есть интернет на сегодняшний день – это огромная информационная помойка. Прежде чем искать, нужно сначала знать, где искать. Библиотечное сообщество очень много внимания уделяет созданию библиографических баз данных. Полных, объемных, корректных, сформированных в соответствии с требованиями государства, для того, чтобы можно было найти определенную книгу, статью, текстовый фрагмент в этих базах данных. Вроде все хорошо. За одним маленьким исключением. Найти можно практически все, а в будущем эти базы будут только увеличивать свой объем. Но доступ к полному тексту в 99% случаев не просто ограничен, его просто нет. И третье противоречие – противоречие последних лет, которое только усугубило ситуацию. Это противоречие, связанное с нововведениями в нашем законодательстве, которые касаются защиты авторских прав и интеллектуальной собственности. Сейчас любую электронную копию, практически любую, можно только издали смотреть в неком зафиксированном виде, или в виде CD или DVD диска, а предоставлять ее для широкого использования широкой аудитории читателей практически не существует никаких возможностей. Преодолев существующие противоречия, новая справочная информационная система предоставляет пользователю свободный доступ к единой базе полнотекстовых документов. А экспресс-анализ результатов поиска избавляет пользователей от необходимости читать десятки тысячи найденных заголовков. Мы разработали специальные компьютерные механизмы, которые предоставляют пользователю возможность проанализировать информативность найденного, не читая текста. Это содержательная часть библиографического описания, это наш нами разработанный специфический вид автореферата, текста, и так называемая архивная карточка текста, которые, вот все эти три неких формы представления того, что читатель нашел, позволяют ему сделать следующие два существенных вывода. Это то, что я искал или не то, и насколько информативно то, что я нашел. Воспользоваться этим ресурсом очень просто. Для того, чтобы попасть в систему, мы набираем адрес www.moslibnet.ru И попадаем на стартовую страницу системы. Для того, чтобы начать работать в системе, необходимо пройти первичную, самую простейшую регистрацию. Так же, как эта регистрация выполняется в любой почтовой системе, на любой поисковой машине. Либо воспользоваться уже зафиксированными когда-то, вчера, позавчера, своим паролем и логином. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы имели возможность собирать некую статистику о том, интересна система, неинтересна и так далее и тому подобное. В принципе, можно заходить и без авторизации. В этом случае система предоставит пользователю не все свои возможности. Необходимо набрать простой логин, который пользователь придумывает сам, и некий пароль, который пользователь придумывает сам. Пользоваться новым поисковым ресурсом можно, не приезжая специально для этого в библиотеку. Трудовой. И из дома читатель имеет возможность просмотреть и воспользоваться всеми возможностями системы, за исключением того, что запрещает четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации. А вот получить полный доступ к электронной копии документа можно только в стенах библиотеки. Мы с одной стороны не нарушаем закон, а с другой стороны мы предоставляем читателю гораздо более высокую скорость информационного поиска. Потому что с точки зрения первичного поиска, грубо говоря, поисковой машины, мы укладываемся в те же самые, может быть, не доли, а единицы секунд. Зато скорость фильтрации найденного материала при работе в нашей системе, при работе в системе Магистр по сравнению с любой поисковой машиной, с любым поисковым порталом, по самым скромным оценкам выше, где-то раз в 20. Потому что информация воспринимается в темпе нажатия клавиатуры. То есть один экран, один фрагмент текста. Например, одна статья газеты или одна глава книги. Сегодня база данных находится на сайте библиотеки Некрасова и содержит около 5 миллионов единиц хранения. Это периодика, пресса, научная литература. В проекте сегодня принимают участие две московские и три региональные библиотеки. Мы хотели бы подключить к этой проблематике, к этой технологической линии, как можно большее количество библиотек. Только в этом случае получившийся полнотекстовый электронный ресурс будет на порядок выше любого коммерческого. Когда? Когда он будет большой. Программная оболочка будет работать на самых старых компьютерах, которые в настоящее время существуют в библиотеках, если таковые есть. А что таковые есть, мы с вами знаем. На современных компьютерах система будет работать просто быстрее. Система не требует никаких сложных нововведений по поводу организации сетевой работы, телекоммуникационного доступа и так далее и тому подобное. То есть это нечто, если мне позволено так будет выразиться, простое, как валенок, но достаточно эффективное для того, чтобы удовлетворить потребности современных читателей. Продолжение следует...